Важным стратегическим решением при формировании программы развития Казанского федерального университета явился проект создания собственного медицинского кластера. По сути, медицина, как наука, ушедшая из университета в 30-х годах прошлого столетия, возвратилась вновь, но в новом, междисциплинарном качестве. Вся фундаментальная наука университета в той или иной степени включилась в широкий спектр научно-исследовательского процесса, ведущий к единому результату. В 2012 году на базе биологического факультета появляется Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, институт, который готовит ученых-медиков, медиков-исследователей. Создан целый междисциплинарный комплекс для проведения научных исследований совместно с мировыми лидерами этих направлений. На базе института разворачиваются учебные и тренинговые образовательные площадки, аналогов которых нет в мире. Здесь появились совершенно новые подходы в образовании, основанные на отечественных разработках. Симуляционные центры и центры медицинской науки оказались востребованы для японских университетов, которые это расценили как ценное ноу-хау и приобрели технологии. Созданы новые научно-исследовательские лаборатории, в числе которых совместные лаборатории с мировыми научными центрами Рикен, университетами Джунтенда и Канадзава в Японии, а также научными центрами в Мацеле и Страсбурге, Франции. Что касается сотрудничества с Японией, то правительство этой страны отметило как наилучший образец межгосударственного взаимодействия в науке с Россией опыт Мирового научного центра Рикен и Казанского федерального университета. Биобанк Казанского университета, являющийся хранилищем ценных образцов биоматериалов, в том числе банка стволовых клеток для регенеративной медицины, войдет в федеральную сеть биобанков и депозитариев, которые создадут в России к 2020 году. В Казанском федеральном университете создан научно-образовательный центр фармацевтики, введение которого опытное производство по разработке и организации производства инновационных лекарств. Выстроен цикл исследований в области разработки новых фармацевтических препаратов, проведения доклинических и клинических испытаний, созданием опытных образцов с выпуском опытной партии и, наконец, выходом на промышленное производство. Целое здание на улице Беломорской было реконструировано в этих целях с необходимыми для производства такого рода классами чистоты. Согласно стратегии медицинского кластера, в состав университета встроена университетская клиника. Надо отметить, что это не клиника в буквальном смысле, а целый медико-санитарный комплекс на базе трех медицинских учреждений, в которых происходят масштабные инфраструктурные изменения. Университетская клиника, будучи до этого подразделением Министерства здравоохранения Татарстана в соответствии с требованиями приоритетного направления биомедицины и фармацевтика, также встраивалась в новую научно-исследовательскую технологическую цепочку, что привело к внедрению новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний и оказанию других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, в частности, генетических исследований. Расширение сферы деятельности Института фундаментальной медицины и биологии требовало новых площадей для научно-исследовательского и образовательного процесса. Передача бывшего военного госпиталя для образовательного процесса Института фундаментальной медицины и биологии было вполне логичным шагом, хотя состояние переданных зданий было достаточно удручающим, что, впрочем, не помешало университету приступить к масштабной и впечатляющей реконструкции. Руководство страны, побывавшее во всех уголках нашей родины, оценило увиденное в Казанском федеральном университете. Самое главное здесь наличие симуляционного центра мирового уровня. Я много слышал, чувствовал, что мы на правильном пути, но когда вот увидел, это гордость для целого, не только для республики, не только для столицы, это гордость для нашей страны. Я вот сегодня познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как в истории, с традициями хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Продолжение следует...